Драконечка. Это Джек, охранник садоводства. Мы с ним давно знакомы, но он ко мне так и не подошёл ни разу. Он, конечно, рад меня издалека видеть. Это Дина, его мама. Стерилизованные, кассирные. Кто-то подкинул вот эту маму. Она здесь родила, всех щенков создали. Вот это вы решили оставить для охраны садоводства. Потом старушка закрылась. Ну и собаки стали не нужны. Я так предполагаю, что летом они всё-таки ещё охраняют что-то там. А зимой, ну как, приходится их кормить два, а то и три раза в день, когда холодно. Дина ласковая. Джек очень хороший пёс, но он боится меня всё-таки. Я бы давно уже Дину пристроила в добрые руки, но проблема в том, что они дружат очень сильно. Ну то есть он от неё очень сильно зависим. Вот. Не знаю я пока, что делать. Если буду куда-то отсюда переезжать, естественно, придётся мне их с собой забирать. Потому что они здесь никому не нужны, и зимой они умрут. И столько кормить, сколько я кормлю, как бы, ну никто не сможет. Потому что у них и кормы натуралка, и у них тёплая времянка, где они спят. Давай, скажи. Да, Диносечка. Тёплая времянка у вас. О, ё-моё, господи, боже мой. Джек! Ну что ты делаешь? Динка, иди сюда. И вот так вот ночью услышит собаку. Хорошо, что она здесь, никто не живёт. И давай лаять. Дочка. Дина уже взрослая. Говорят, ей 10-11 лет. Джек! Хороша! Ну что ты делаешь?